Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодин. Ну что, друзья, как бы компания Apple нам с вами не пыталась впарить, что их iPhone это самый лучший смартфон в 2023 году, не получится. Конечно, потому что в 2023 году вышло много моделей, которые доказывают обратное. И я нашел для вас смартфоны, которые не только стоят дешевле, но точно так же, как iPhone удивляют своими камерами и мощностью. Так что обязательно смотрите это видео до конца, и еще обязательно отправьте это видео своему знакомому фанату Apple, пусть помучается. А теперь давайте не тратить время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Ну, хочу честно сказать, как вы можете быть не подписаны, вы все уже давно подписаны. Ну, если вдруг вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Лайк, помчали? Наш телеграм-канал, где мы с Русиком ежедневно публикуем самые интересные новости из мира гаджетов и технологий. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании под видео. Итак, в основном люди флагманы покупают по трем причинам. Это значит хорошая камера, мощное железо и качественный корпус. Но все же сейчас ради всего вот этого вот не обязательно тратить какие-то прям большие деньги. И все это же можно найти в смартфонах средней ценовой категории. Притом некоторые модели там даже, кстати, поинтереснее флагманов. И что, что я тебе такое говорил? Ну, я на тот момент считал. Так я смартфон свой старый продавал. Я что, виноват, что он тебе через месяц накрылся? С твоими руками ровными. Ну, во всяком случае, сейчас я людям говорю правду. Ну, давайте, к примеру, возьмем Nassin Phone 1, который, кстати, многие полюбили вообще с первого взгляда. Ну, все-таки вот эта вот задняя панель с таким прозрачным стеклом и летподсветкой смотрится, ну, очень прикольно. Особенно круто смартфон выглядит именно в белой версии. И мало того, что Nassin Phone 1 выглядит прикольно, так он же еще и чувствуется как флагман. Ведь крышка и передняя панель здесь из закаленного стекла, а вот рамочку сделали уже из металла. Поэтому в руке вот этот вот смартфон будет чувствоваться как настоящий флагман. Да и, кстати, в повседневном использовании Nassin Phone показывает себя тоже как премиальный смартфон. Во-первых, потому что сюда поставили Snapdragon 778G+, а во-вторых, управляется все это дело Android 13 с оболочкой Nassin OS. И вот эта вот оболочка реально оправдывает свое название, ведь она практически вообще не меняет внешний вид стокового Android, и лишь добавляет какие-то там свои значки, там, не знаю, там шрифты, какие-то звуки. Так что по итогу система работает стабильно и быстро, а вот 120-герцовый OLED-дисплей еще и добавляет такой флагманской плавности. Вы знаете, что людям со стопроцентным зрением вот сейчас завидуют больше всего. Что значит почему? Потому что люди могут по полной насладиться этим дисплеем, что непонятно. В то же время вот снимает смартфон просто нормально, просто нормально. И не будет такого, что вы прям смотрите на фото и думаете, ну это прям вау. Ну то есть качество фото и видео этого смартфона полностью соответствует его цене, и оно никого прям не удивит. Да и, кстати, компания Xiaomi, вы знаете, тоже не упустила возможность сделать свою еще более недорогую альтернативу флагманам, и нашла, мало того, еще и интересный способ вообще выделить этот смартфон среди всех остальных. И пускай, конечно, внешний Xiaomi 13 Lite не получился настолько прикольным, как предыдущий смартфон, но вот все-таки за счет вот этих скругленных граней он все равно выглядит стильно. Знаете, как все равно, что машину переделаешь с бензина на газ. Вроде как бы все одно и то же, правильно? Но все-таки одна приятная деталь все меняет. Ну и ко всему Xiaomi еще нашла такой способ беспалевно скопировать вырез iPhone 14 Pro, поставив в 13 Lite двойную фронталку. Но все же фоткает из них только основной модуль в 32 мегапикселя, а вот вторая камера уже служит датчиком глубины. Но зато вот эта вот фронталка получила чуть шире угол обзора, чтобы вы могли вместить, например, всех своих друзей в кадр. Хотя если у вас столько же друзей, вон как у моего оператора Русика, то вам вообще фронталка не нужна. Ну а что, кстати, со заднего блока, то фотки получаются вот просто хорошими, как на основной, точно так же и на ультраширокие модули. Ну и ко всему еще Xiaomi 3D Lite выдает еще и неплохие видео, и может записывать ролики мало того, что в 4К при 30 кадрах, так еще и с электронной стабилизацией. В свою очередь процессор Snapdragon 7 Gen 1 уже обеспечивает смартфону шуструю работу системы, и позволит еще и запускать даже тяжелые игры с хорошей графикой. Ну а благодаря AMOLED дисплею в 120 Гц это будет работать не только быстро, но еще и плавно. Ну и также Xiaomi 3D Lite еще и выделяется быстрой зарядкой, которая заряжает аккумулятор на 4500 мАч меньше, чем за час. Ого, я иногда зарядку дольше ищу. В общем, в плане железа это очень интересный смартфон, и Xiaomi сэкономили лишь в одном месте, это на материалах корпуса поставив пластиковую рамку. Ну а если так произошло, что вы не хотите никаких компромиссов, и вам нужен крутой смартфон, и при этом чтобы был за разумные деньги, то обязательно смотрите дальше. Ведь сейчас я вам расскажу вообще о самых интересных флагманах 2023 года. Итак, первым делом я вам расскажу о Pixel 7, который можно с легкостью назвать прямым конкурентом iPhone 14. Ну как минимум, потому что оба смартфона являются базовыми моделями в линейках, и также еще и предлагают схожие характеристики. Но хотя не, погодите, в некоторых моментах Pixel даже круче. Ну вот, к примеру, Pixel 7 тоже получил OLED-дисплей, но уже с быстрой частотой обновления в 90 Гц, и еще и более высокой пиковой яркостью в 1400 нит. И может, конечно, плотность пикселей у Google Фона и не такая высокая, но давайте не забывать, что это все равно Full HD+, дисплей, который выдает четкую картинку. Да и, кстати, по части камер смартфоны тоже похожи, ведь Pixel 7 и iPhone 14 получили только основной модуль и ультраширик. И несмотря даже на то, что Pixel куда дешевле, фоткает он все равно на уровне смартфона от компании Apple, а в некоторых моментах даже лучше. Ну и единственное место, где все-таки лидирует iPhone, так это в плане записи видео. Ну, с другой стороны, тоже нельзя сказать, что Pixel 7 показывает себя уж очень плохо. А вот, конечно, в плане производительности Pixel 7 далеко не самый мощный флагман, но он все равно показывает отличную скорость работы и справляется со всеми задачами. Да я знаю прекрасно, что на старте продаж Pixel 7 работал, ну, мягко говоря, не круто, но все-таки благодаря пачке обновлений ситуация исправилась в лучшую сторону. А знаете, у меня вообще сразу такое впечатление, что инженеры вместе с разработчиками делают это специально. Ну, не как по-другому. Ну, конечно, чтобы после выхода телефона у них все равно оставалась работа. Прикинь? Петро. Хвалю. Потому, знаете, учитывая, что Pixel 7 сейчас можно взять где-то примерно за 615 долларов, то это прям отличный вариант для всех тех, кто хочет сбалансированный флагман и при этом за разумные деньги. А вот следующая модель получилась настолько хорошей, что даже смогла, ну, не знаю, вернуть веру людей в компанию OnePlus как минимум. Ну, а сначала полезный совет. Значит, если так произошло, что вы пообедали или, там, к примеру, поужинали в ресторане на кругленькую сумму, а когда вам принесли счет, вы заметили, что забыли дома свой кошелек, то не нужно нервничать, а тем более не нужно прикидываться, что у вас сердечный приступ или подбрасывать, например, в еду таракана. Не нужно. Все, что нужно сделать, это подозвать администратора и показать ему мои видосы. Все. Конечно, потому что у меня столько там полезной и важной, интересной информации, что администратор так увлечется, что никогда в жизни не заметит, как вы спокойно уйдете. Мы с Русиком неоднократно уже это проверили. Да, Русь? Да ладно, не надо. Не благодарю. Подписывайся. И вот OnePlus 11, вы знаете, могу сказать, что на деле стал действительно знаковым смартфоном. И вот если вы помните, то OnePlus себе заработало имя на убийцах флагманов. Ведь компания делала мощные смартфоны, но при этом с доступным ценником. Но все же в какой-то момент они перешли на темную сторону и стали выпускать просто дорогие флагманы, чем, собственно, и отвернули от себя многих фанатов. Ну а все же с OnePlus 11 компания вернулась корнями и наконец-то сделала действительно то, что многие от нее ждали. Фанаты айфонов, не расстраивайтесь, компания тоже когда-то вас услышит и уберет вот эту вот ненавистную челку. Когда-то. Ну так а что им сделать? Что им теперь выкинуть эти все дисплеи с челкой или что? Они что, виноваты, что у них на складе еще куча этих дисплеев? Вот и продают. Я могу сказать. Терпение наберите. Что еще тут скажешь? Ну что еще могу сказать? Да, короче, не хочу я вообще о них говорить. Давайте вернемся к OnePlus. Ну вот, к примеру, смартфон работает на топовом Snapdragon 8 Gen 2 с оперативкой LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. То есть OnePlus получается, что поставили в свой новый флагман самое топовое железо. Ну и как вы сами понимаете, то с производительностью тут все более чем круто. При этом у него еще нет проблем с перегревом и он еще и отлично держит заряд. И даже если вы каким-то образом все-таки умудритесь посадить вот эту вот батарейку за полдня, то благодаря 100-ваттной зарядке вы сможете довольно-таки быстро вернуть этот смартфон к жизни. Хотя, знаете, вот по моему скромному мнению, вот такая вот зарядка, она уже больше подходит под категорию этих, как она, дефибриллятор. Ну и к тому же OnePlus 1 же получил еще и хороший набор камер, который, кстати, классно фоткает прям сразу из коробки. Не, и в принципе, оно, конечно, и должно так быть, но все-таки у компании OnePlus раньше было по-другому. Ну, нормально смартфон начинал снимать только минимум через пару обновлений. Ну, а в случае с OnePlus 11 все-таки, и смартфон сразу выдает четкие снимки с хорошим динамическим диапазоном, еще и правильной цветопередачей. Вон, смотри, бездушные телефоны снимают правильно. С тобой тут целыми днями тренируешься, 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 во руки. Пока кофе 2 литра не выпьет, нормально снимать не начинает. Ну, чай, какая разница? Это еще хорошо, раньше было вообще виски. И вот за все вот это OnePlus просит 690 долларов. Да, согласен, немало. Но все-таки, учитывая, сколько стоят другие флагманы с таким железом, вы знаете, цена хорошая. Все-таки у нас здесь и процессор топовый, и камеры качественные, еще и дисплей хороший. Можно сказать, что все три китана, которых держится современный флагман. Ну, и по сути, получается, что OnePlus экономили только в двух местах. Во-первых, в этом смартфоне нет беспроводной зарядки. А во-вторых, здесь защита от влаги по стандарту IP64. А это получается, что этот смартфон нельзя погружать в воду. Ну, а все же, как по мне, потеря небольшая, учитывая его цель. Ну, если думаете по-другому, напишите об этом в комментариях. Может, у вас наши зрители поддержат. А вот следующий смартфон, вы знаете, стал для меня каким-то, ну, настоящим открытием. Потому что я вообще не ожидал его здесь увидеть, вот это слово совсем. Потому что он не выглядел каким-то интересным. Оно, как оказалось, ему есть чем удивить. А расскажу я вам, друзья, об OPPO Find X6 Pro, который уже можно смело назвать серьезным таким конкурентом даже для iPhone 14 Pro. Ну, во-первых, здесь также есть не только основная камера и ширик, но еще и телевик. Притом, OPPO сделали еще и все три камеры по 50 мегапикселей, благодаря чему этот смартфон может делать более детализированные снимки. Ну, а во-вторых, OPPO поставили Find X6 Pro, LTPO AMOLED дисплей с QHD+, разрешением, частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 2500 нит. Проще говоря, вот этот вот дисплей у OPPO Find X6 Pro более четкий и яркий, даже чем у нового iPhone. Ну, и в-третьих, OPPO Find X6 Pro показывает еще и отличную автономность. И благодаря аккумулятору в 5000 мАч он выдерживает более 9 часов активного экрана. К тому же, смартфон еще и получил мощную 100-ваттную зарядку, благодаря которой он заряжается с 0 до 100. Вот угадайте, за сколько? За 3-4 минуты. То есть, получается, что если вы, например, зайдете в какое-то заведение там перекусить и заодно зарядить телефон, то у вас даже не успеет толком и заказ принять. Ну, а что меня прям вот удивило в этом смартфоне, так это, конечно же, его мощность. Ведь вот буквально недавно компания Antutu опубликовала рейтинг самых мощных смартфонов. И чтобы вы понимали, OPPO Find X6 Pro оказался в самом верху этого списка. Обогнав даже, кстати, игровой Red Magic 8 Pro Plus. Да, так что Find X6 Pro может предложить не только хорошие камеры, но еще и крутую производительность. Ну, и ясное дело, что, конечно же, я не мог оставить без внимания свеженький, свежевыпущенный Xiaomi 13 Ultra, который, кстати, получился настолько интересным, что смартфон вообще сметают с полок. Ну, конечно, потому что компания не просто сделала в этом году акцент на фото, на возможности. Нет, они, можно сказать, что даже вывели камеру, ну, на новый уровень. Нет, Русик, тебе такая камера не нужна. Ну, зачем она тебе? Скажем так, вы с этой камерой, Русик, на разных уровнях, вот со всем. Понимаешь? Ну, вот, если Русик, например, выражаться метафорически, то вот, например, эта камера, вот эта, она находится, например, на последнем этаже Бурж-Халифа, да? А ты, Русик, даже в Дубай еще не прилетел, чтоб ты понимал, где ты? А че ты обиделся? Ты ж правду меня просил, чтобы я тебя говорил. Ну, например, основная камера получила дюймовый сенсор AMX 989 с разрешением в 50 мегапикселей. Так что, по итогу, снимки на вот эту вот основную камеру получаются яркими, четкими, еще и с естественным размытием заднего фона. Потому что компании Xiaomi и этого оказалось мало, поэтому они добавили еще и возможность смены диафрагмы с 1,9 до 4. И вот, значит, первый вариант нужен для создания такого фото с глубоким боке. А вот второй вариант уже пригодится, если вам, например, нужно наоборот захватить как можно больше объектов фокуса. Также еще Xiaomi 13 Ultra получила парочку телевиков с трехкратным и пятикратным зумом. Ну и, само собой, что ультраширик. Правда, вот они уже, конечно, не такие необычные, как основная камера и выдают просто классные снимки. И все. А вот что прям многих поразило на этой презентации, так это дисплей. Ну, во-первых, в этот смартфон поставили OLED-панель с 2К-разрешением. Во-вторых, пиковая яркость дисплея составляет 2600 нит, что на секундочку даже круче, чем у последнего Galaxy S23 Ultra. Ну и, в-третьих, Xiaomi еще и заморочились над калибровкой. И вот этот вот экран выдает максимально натуральную цветопередачу. Ну и, конечно же, он поддерживает еще HDR10+, Dolby Vision и частоту обновления в 120 Гц. Хочешь говоря, это, знаете, дисплей, как женское вид. Смотреть нужно вечно. Что ты пальчиком своим будешь? А, и свайпами? Ну, и свайпами. Ну и дополняет картину мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, который работает еще и в паре с оперативкой LPDDR5X. И накопителем UFS 4.0, конечно же. Притом, Xiaomi потрудилась еще и на системы охлаждения, и Xiaomi 13 Ultra может выдавать стабильную, хорошую производительность даже еще и под длительными нагрузками. Ну, короче говоря, можно будет играть и вообще не волноваться, что ваш смартфон расплавится у вас в руках. Тут скорее расплавится мвоз от количества игр, в которые можно играть на максимальных настройках графика. И вот при всем при этом Xiaomi 13 Ultra он же получился еще и, ну, можно сказать, что относительно недорогим, если так можно сказать. Ведь за базовую версию этого смартфона просят примерно где-то 870 долларов. Но все-таки стоит отметить, что вот эти вот цены это исключительно для Китая, где этот смартфон уже начали продавать официально. Ну, а непосредственно к нам он должен доехать вот уже в течение пару месяцев. Ну, и, конечно, стоит будет немножко подороже. Хотя, с другой стороны, знаете, даже хорошо. У вас, во всяком случае, будет время для того, чтобы выбить со своего начальника прибавку вам в зарплате, чтобы вы смогли купить себе вот эту Xiaomi 13 Ultra. Он зря этот грузик не сказал. Что ты улыбаешься? Ну, что, друзья, вам понравились смартфоны из сегодняшнего топа? Если понравились, то обязательно напишите, какие именно и почему. А еще обязательно посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезны, но еще веселы и интересны. Ну, и также, конечно, помните, что все самое интересное где? Правильно. Горобки.